Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и сегодня я расскажу вам про очень интересную, полезную и действительно важную конструкцию в английском языке. Сегодня мы поговорим с вами про конструкцию it takes. Мы используем эту конструкцию, когда хотим сказать, сколько времени нам требуется на что-то. Допустим, мне требуется два часа, чтобы добраться до работы, или мне нужно два часа, чтобы добраться до работы. Дословно конструкция it takes переводится как это занимает, да? Давайте попробуем составить предложение. It takes me. Это занимает меня. two hours, два часа, to get to work. To get to work, чтобы, первая частица to, это чтобы, get to work, добраться до работы. Get to, это добираться до. Наше предложение составлено во времени present simple. It takes me one hour to do my homework. То есть, мне требуется one hour, один час, чтобы сделать to do my homework. Запоминаете? Давайте составим отрицание. It doesn't take me one hour to do my homework. То есть, мне не требуется одного часа, чтобы сделать домашнюю работу. Я составил отрицание во времени present simple. То есть, it — это наш герой, как будто бы, да? takes — это наше действие. Оно с окончанием s. Это правило времени present simple. В отрицании мы используем doesn't. It doesn't take me. Окей, теперь давайте попробуем использовать эту конструкцию в прошедшем времени. Take в прошедшем времени — это took. Получается, it took me twenty minutes to get there. Мне потребовалось, it took me, мне потребовалось, это заняло меня, twenty minutes, двадцать минут to get there, чтобы добраться туда. Либо отрицание. It didn't take me twenty minutes to get there. Это предложение, классическое предложение в past simple. It — герой, didn't. Вспомогательный глагол, отрицательный, да? И take — это глагол. Теперь будущее время. It will take me twenty minutes to do my homework. То есть, мне потребуется, it will take me, это займет меня на двадцать минут to do my homework. It will not take me twenty minutes to do my homework. Мне не потребуется двадцать минут, чтобы сделать мою домашнюю работу. Ничего сложного, правда? Давайте теперь попробуем спросить, сколько времени тебе потребуется. В данном случае мы всегда используем вопросительное слово How long? Получается How long does it take you? То есть, сколько времени это занимает у тебя? To do your homework. How long does it take you to do your homework? Запоминайте? Вы можете убрать you, то есть, местоимение можно убрать. How long does it take to do your homework? Или Сколько времени тебе потребовалось? Я задала вопрос в прошедшем времени, потому что у меня был did. Давайте еще раз. How long did it, герой, take you to get here? Ну что, не сложно? Я надеюсь, что тема была очень простой. Сейчас на последнем слайде вы увидите предложения с этой конструкцией. Они написаны на русском языке. Переведите их, пожалуйста, на английский и напишите в комментариях свои предложения. Напишите в комментариях, что у вас получилось. Я обязательно проверю и дам вам обратную связь. Ставьте лайк, если видео понравилось и если вы хотите видеть еще подобные видео на моем канале. А также обязательно подписывайтесь на канал и добавляйте меня в друзья вконтакте. Ссылка на мою страницу в описании под этим видео. А также раз в две недели я провожу бесплатно открытые уроки по английскому языку, в которых объясняю сложные правила грамматики простым языком. Ну все, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!